здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пётр и сегодня мы поговорим о зимом чесноке весной самая большая проблема наших дачников было то чеснок пожелтел и во всех от чего это случилось и что делать давайте будем разбираться вместе ну все вы знаете что весна этого года была как бы очень снежная было очень много снега и после достаточно влаги вот это сыграла с чесноком плохое значение почему потому что под влага когда уходила в землю земля уплотнилась уплотнилась земля и вытеслила воздух который был в земле поэтому чеснок наш начал задыхаться об этом засвидетельствовали и вот то что первые листья его стали желтые что необходимо сделать для того чтобы чеснок спасти и чтобы иметь хороший урожай самое первое конечно это дать влагу дать воздух корням дать воздух корням а давайте его можно сам простым способом берем чапочку и рыхлим в междурадье где-то на на 7 10 сантиметров рыхлим все междурадье даем чтобы воздух пошел корням точно так же в этом году несмотря на то что зима была снежная вторая причина что чеснок пожелтел что погода стала очень теплой резкие перепады температуры от холода к теплу они начали быстро подсушивать почву и чесноку элементарно кроме воздуха стала не хватать влаги потому что влагу что более глубокие слои поэтому еще очень полезно есть у вас зона такая засушливая и почва подсохшая чеснок сразу полить а только после этого подрыхлить чтобы его напитать влагой почву и ваш чеснок начнет оживать ну конечно это на этом все мероприятия не заканчиваются будем реанимировать его далее реанимация чеснока что был зеленый и дал хороший урожай будет стоять следующем что поле рыхление и подкормка минеральным удобрениями можно использовать в минеральном удобрении сульфата аммония это лучшее удобрение но его сульфата аммония будем уносить в жидком виде мы перед этим обязательно обильно-обильно проливаем все родочки если нет у вас сульфата аммония или уже как бы вы опоздали с унесением сульфата аммония значит мы берем тогда сложное удобрение где все удобрения содержатся но этих удобрения мы берем меньше мы уже берем такую на 50 на 50 грамм емкость уже в таких у меня берем 50 грамм на 10 литров воды одну лешку значит ну почему советую давать подкормки в жидком виде потому что они сразу растениями будут усваиваться сухом виде сами видите почва подсушенная и как бы вы не смачивали эти удобрения будут долго доходить до нашего чеснока а нам надо помощь своевременная если вы сделаете такие вот мероприятия с вашим чесноком вы заметили что он право на глазах начнет оживать но не забывайте что самое самое первое что необходимо это дать ему воздух и воду воздух и воду дали вашему чесноку и он сразу начнет на глазах преображаться видите уже верхние листья появляются я уже эту работу сделал они уже становятся зелененькие уже начали воздух и вода сделать свое дело если у вас климатические условия такие же как у нас белоруссии значит вы можете эти работы спокойно сделать до середины мая заметьте что ваш урожай будет гораздо гораздо выше не пожалеете времени сделайте ну и соответственно вы получите отдачу от усилий которые затратите на эту работу такая подкормка значит если вы делаете первую сульфатом аммония сделаете на следующую подкормку сделаем сложно смешанным удобрением примерно через две недели сделайте такую подкормку и вы летом будете собирать урожай крупных луковиц с крупными зубками так что вам богатых урожаев до свидания